Визит специалистов Урал-Редмета начался с посещения музейно-выставочного комплекса в СМПО. Коллеги поразились масштабу нашего предприятия уже там. А буквально через час 10 сотрудников Урал-Редмета могли воочию наблюдать работу цехов. В состав делегации вошли в основном мастера-производственники и молодые специалисты. Они прибыли к нам, чтобы увидеть, сколь тесно завязана их продукция с титановым производством. Я работаю, получается, с 2013 года. На Урал-Редмета пришел сразу после института. Сейчас очень много слышал про СМПО. Мы постоянно отправляем туда нашу лигатуру. Для меня солдат в СМПО – это было что-то где-то. Постоянно, каждый день на работе говорили про это, но всегда хотелось увидеть. Говорили, что очень широкие, огромные масштабы. Собственно, да, так оно и есть. Очень впечатление колоссальное, конечно. В цехе номер 32 верхние пышминцы увидели бочки со своей лигатурой. А в цехе номер 21 застали за работой самый мощный пресс. Кузнечно-ковочный комплекс особенно поразил молодых специалистов, учитывая, что в производстве лигатур используются только технологии литья. Процесс алюматермии, то есть готовится шехта, рассчитывается шехта, куда входят различные оксиды металлов, после чего мы восстанавливаем с помощью алюматермического процесса. С помощью алюматермии восстановлением получаем необходимый нам сплав, необходимую лигатуру. Интересно у нас посмотреть окончательные процессы, как получаются окончательные детали с помощью ковки, с помощью пресса. Мы таким не занимаемся, у нас такого нет. На лигатуры Урал-Редмета спрос большой. В числе заказчиков представители 16 стран. Есть немцы, японцы, американцы. Но в СМПО исторический для них основной заказчик. А с 2010 года и владелец блок-пакета акций предприятия. Однако по размерам акционерное общество Урал-Редмета уступает даже одному-единственному цеху в СМПО. Ну вот мы во втором цехе за сегодняшний день уже в таком большом. Наше предприятие все в целом вдвое меньше, чем один цех. Я не знаю, сколько здесь работающих, я не спросил, но в предыдущем 32-м плавильном, там в два раза больше численный состав, чем на нашем предприятии. Урал-Редмета ставит перед собой амбициозную цель – стать мировым лидером в производстве лигатур аэрокосмического назначения. И со стремлениями корпорации она вполне созвучна. Поэтому визит специалистов из Верхней Пышмы, скорее всего, не последний.